Беларусь принимает участие в экологическом марафоне уже около 8 лет. Ежегодно мероприятия, приуроченные к Международному часу земли, проходят и в городе над Бугом. В 2016 году одним из организаторов впервые стало Брестское молодежное общественное объединение «Время земли». Ребята обещают, скучно точно не будет. В этом году запланировано мероприятие в парке культуры и отдыха на сцене летнего амфитеатра. Там будет музыкальное шоу, также фаер-шоу. В рамках этой акции проводится еще к акции. Подключилось ряд кафе города Бреста, которые в знак поддержки акции отключат декоративную внутреннюю подсветку своих помещений. В акции принимает участие городской исполнительный комитет, оказывает там поддержку. И будет отключен еще ряд административных зданий города Бреста. Организаторы акции приглашают брещан принять участие в мероприятиях, но поддержать инициативу можно и не выходя из дома. Просто ограничив в период времени с половины девятого до половины десятого вечера 19 марта энергопотребление. Даже один такой час в темноте способен внести существенный вклад в сохранение экологии. Казалось бы, всего лишь один час. Что этот час спасет? Но энергопотребление в области, в республике, да во всем мире, он существенно снижается. Соответственно, те электростанции, которые вырабатывают электроэнергию, они тратят намного меньше топлива, сырья какого-то. Соответственно, намного меньше происходит загрязнение атмосферного воздуха, которым все мы дышим. Эффект, конечно, есть. И если мы каждый год будем поддерживать эту акцию, этот эффект будет становиться все больше и больше. Организаторы акции подчеркивают, земля нуждается в нашей защите. Принять участие в экологическом марафоне несложно, а забережное отношение к себе природа всегда отплатит вдвойне.